Привет, меня зовут Вика, мне 23 и у меня синдром Шерешевского-Тернера. Синдром Шерешевского-Тернера выражается в том, что это хромособное заболевание, оно никак не излечивается. Моей маме говорили, что я не проживу и двух дней. Синдром выражается в основном в физических каких-то аномалиях. Допустим, у меня полный комплект, как можно сказать, самая стандартная картина. В основном это крылотовидные скулы, также лицо, то есть это вдавленные соски. И замедление роста в основном не дорастает до метра 135, если вовремя не принимать лечение, то есть это гормон роста. Мой рост сумели врачи компенсировать до метра 50, но, к сожалению, как в 17 лет проявился диабет, это лечение пришлось прекратить из-за несовместимости препаратов. В основном я 21 год промоталась по больницам, если можно так сказать. Да, этот синдром, к сожалению, поражает многие внутренние органы. В первую очередь это сердце. У меня было два врожденных порока сердца. Меня прооперировали, две операции я перенесла в 9 лет. У меня сколиоз второй-третьей степени, у меня одна почка, это тоже связано с этим синдромом. Вторую то находят на УЗИ, то они сросшиеся, и вот это уже 23 года. А врачи даже сами не могут понять, есть у меня вторая или нет. Я всегда понимала, что со мной что-то не так с самого рождения, потому что вот эти все физические дефекты, как бы они налицо, то есть и проблемы по остальным всем вытекающим диагнозам моим из самого основного синдрома Шершевского-Тернера. После перенесенных двух операций на сердце я два года была дома, то есть это третий-четвертый класс. Потом я перешла во вторую школу в пятом классе, потому что мама настояла, и я сама хотела быть частью класса, учиться, как все. Приняли очень плохо. Я даже не знаю, почему так вышло, но, к сожалению, меня приняли очень плохо, надо мной издевались. Это были просто несколько ужасных лет. Я пыталась найти помощь у взрослых, но, наверное, взрослые меня не понимали как-то или сами не знали, что делать с классом, как помочь. Наверное, в тот период я и стала себя загонять в голову, что если люди здоровы, если они сильнее тебя, то они имеют право тебя унижать, оскорблять и тому подобное. Поэтому, наверное, я выстроила какой-то психологический барьер и закрылась на много лет от людей и друзей. У меня крали ключи. Я приходила домой без ключей, я плакала, потому что, естественно, пятиклашка, маленькая девочка оказалась в такой ситуации. У меня воровали портфель, выбрасывали в урну мою куртку. Конечно, мои родители пытались мешаться, и на какое-то время это прекращалось. Но потом все равно прекратилось все это окончательно, только после девятого класса. У меня было много случаев тоже в университете связанных, очень много разных оскорблений. Получается, в разгар сессии я не могла воспользоваться интернетом. И я сказала, что девочке я вам звонила, я обращалась, но вы не оплатили интернет, и я не буду платить. То есть в мой адрес посыпались такие оскорбления, такой сленг, что это привело к тому, что моя соседка Рита, с которой я жила на тот момент, она сказала, что сама заплатит за меня, и чтобы все это прекратилось. Но они просто швырнули ей деньги буквально в лицо, со словами «Ей на лекарство». Вот это меня, наверное, задело больше всего. Меня тогда так затрясло, у меня поднялся сахар выше 13. И да, через 20 минут мне нужно было идти на пару, я уколола инсулин, и просто вытерла слезы и пошла на пару по политологии. Да, наверное, все, кому я пыталась донести, пыталась рассказать, они удивлялись. Как бы первый раз это вам слышали. И мне даже говорили, типа, спрячь свои скулы за волосами, тебя кочется и тому подобное. А хотя я даже не обращала на это внимание, когда собираю волосы, скажем так, хвост, как обычно девочки делают. Но да, как бы люди удивляются. Люди, мне кажется, даже доктора, это малоизученный еще синдром. Вот, но, наверное, первый раз, когда я дала за себя отпор, это было уже на втором курсе университета, я возвращалась домой, ехала в поезд, и девочки, скажем так, подвыпившие, начали меня как-то задевать, оскорблять и тому подобное. И я, наверное, тогда впервые сказала, я тоже человек, и после этого на меня обратил внимание взрослый мужчина, заступился, и все это прекратилось. Но у нас такое общество, что будь как все, и если ты не как все, то просто тебе, наверное, не будет места, тебе не будут работы, тебе не будет места в обществе. Ты, по мнению многих, не создашь семью. Ну, да, к сожалению, дети жестокие, и я призываю к тому, что не нужно за кеми быть, что все люди равны, и наоборот, нужно поддерживать, нужно стараться дружить. Просто я хочу, чтобы люди знали, что такое происходит всегда со всеми, и никто от этого не застрахован. Важно правильно разрешить ситуацию, правильно объяснить, и я призываю к миру и пониманию. Честно, я даже не знаю, что бы я хотела сказать тем, кто так со мной поступал в университете, в школе. Просто посмотрите на себя со стороны и задумайтесь. Это может случиться с каждым. Просто я считаю, что нужно перед тем, как совершать поступок, много-много раз подумать. У нас была медподготовка, естественно, глава о сахарном диабете, фараграф. И когда я читала дома, я сказала, как люди так живут? Как бы это же ужасно. Мама, это единственный тест. Я завалила, написала, откровенно говорю, на два балла, потому что я просто не могла собраться. Я думала, ну как так? Ну почему люди так наказаны, что ли? Почему эти вот вечные уколы и все такое? Почему? Вот так судьба распорядилась, что теперь про сахарный диабет я знаю, наверное, на уровне докторов. Да, в моей жизни много чего изменилось с тех пор, как я заболела именно вот как проявился сахарный диабет. Я привыкала 4 года. Плохо, что я осталась сама, пока не познакомилась со своим лечащим доктором. Я пережила две сахарные комы, или их еще называют диабетическими. Первая со мной произошла в 17 лет, как я поступила в больницу. Из-за ошибки медперсонала мне поставили капельницу с глюкозой. Я помню, что очнулась вечером. И хорошо, что заметила другая медсестра, женщина из школы диабета, которая зашла со мной познакомиться в палату, как с новенькой. И глюкометр уже тогда зашкалил показания, и именно она обратила внимание на то, что мне поставлена неправильная капельница. Вторая моя диабетическая кома произошла в июне прошлого года. Я, как всегда, измерила сахар перед сном. Он у меня был немножко низковатый, четыре, и я даже не помню, как это произошло. Я помню, что встала с дивана, меня затрясло, меня начало тошнить, и я просто упала на пол. Я еще переспросила у доктора, и да, он подтвердил, что это кома, и сказал, что в таких случаях никогда не нужно отлаживать еду или пропускать, как я. Просто я реально задумывалась в тот момент. Думала пойти в ванную, умыться, а потом вернуться и докушать. Но главное, чтобы в таких ситуациях с тобой был кто-то рядом, кто заметил бы твое такое состояние, вызвал бы скорую или сам оказал помощь, если они умеют это делать. Но со мной никого не было, поэтому можно сказать, я боец, я выжила, я сама себе оказала помощь. Но ограничения, да, по спорту из-за диабета, физические нагрузки ограничены, тоже пребывание на жаре, алкоголь. Но если так грубо брать, то это все, наверное, ограничения, самые такие важные, которые я упомянула. Ну, естественно, сладкие. К сожалению, с таким синдромом, как у меня, есть даже, ну, как сказать, наверное, нет вероятности забеременеть и выносить ребенка, родить. У меня еще привезли сахарный диабет, и вряд ли мне даже врачи позволят рожать. Думаю, через несколько лет начнется тема «Почему ты не выходишь замуж?» Семья, дети. И я даже не знаю, как сейчас объяснять некоторым людям, что вот я такая. И иногда неплохо быть белой вороной. Я сейчас на гормональной терапии, потому что вовремя обратились к доктору. Она мне назначила курс препаратов, которые я должна принимать пожизненно ради поддержания женского здоровья. Есть ситуация, что ли? Есть, благодаря лечению. Но те препараты, которые я принимала до, они именно помогали развиваться женским половым органам, и как бы чтобы вывести их на нормальный уровень, потому что там, к счастью, мне казалось, не все так запущено, и это поддавалось лечению. И сейчас я уже на других препаратах. Но они уже пожизненные. Да, она в процессе моего возраста, в процессе каких-то гормональных изменений. Может смениться эта терапия, но в любом случае ее полностью никто не отменяет. Ибо, как говорит мой лечащий доктор, именно по женской части, она может стать еще хуже, если отменить это все. Ты, наверное, родилась такой, и я всегда видела себя только такой. Помнила себя только такой. Ну, просто в один день встать перед зеркалом и сказать, вот, ты такая, ничего изменить нельзя, поэтому принимай себя, борись. Честно, хотелось бы проработать и ситуацию, проработать все из-за ряда того, что на мне отпечатывалось детство, но пока, нет, я не обращалась и не ходила. Быть молодым и жить синдромом Шерешевского-Тернера – это странно, но я стараюсь и я справляюсь. Субтитры создавал DimaTorzok